МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 20-й часу юбилейная выстава скульптора Дмитрия Попова открылась у Палацу Румянцевых и Паскевича. Худкие и выносливые у Гомеля ушановали переможцев юнацк от чемпионата света по пожарно-воротовальным спорте. А зараза в гэты меньшим больше подробязна. Работа с насильницем по месту жихарства, захование историко-культурных каштовностей и створение умов для супрацовников предприемств. Своими напрацовками по разных накерунках работы обменивались депутаты городских советов Гомеля и Могилева. За ходом сустреча сочил Олег Синцеров. На дворе у Могилеве не ведьмя дружнивится от Гомельского. Самая разница – такий густый туман, что городские будинки практически небачные. А сустречу с коллегами депутаты городского совета вы решили не переносить. Урежьте на дворе не та причина, какая может перешкодить взаимовыгодным контактом. Первая суместная акция о складании кветок на аллее героев. На этот день у депутатов у Воголя великие планы. А с этой сустречей они домовились в вересне. Всю подрактовщую работу провели за два месяца. Нельзя сказать, что обмен опытом работы помеж депутатов из разных областей – это некая ноу-хау. По 2-5 тому гомельчане уже наведывали Могилеву. Але час идей и в депутатской совета заявляются новые перспективные накерунки. А в суместной работе советов депутатов и выканавших органов по социально-экономическому развитию города тема суместного посаджения, хоть их учить крыху официйное, а не на справе гэта размола депутатской 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 депутатской, якая не обмежывается одним накерунком. Пытание працу лоткования, рамонту дорог, навык вращение этих же земельных спречек – у сёг это клопот депутатского городского совета. Причем гэта список постоянно поширается. Поро собой всё хорошо делано, но что-то можно потерпнуть, что и в других городах, и применить именно к себе. Вот даже вот этот по третьему декрету проблемы – это по занятости населения, они по всем городам в области. Вот потом по ветхому жилью, по сносу, это тоже шанс в этом новом указе, который подписал президент, там будут заниматься и города областного подчинения, именно по сносу, по уборке нежилых и пустующих зданий и домов. Вот, много таких вопросов. Даже темы те, которые, как наши депутаты, работают со своими избирателями. Головное мыто наведывание предприимцев, ознаймение с практикой сварения для работников комфортных умов, начиная от бытовых помешканий до непосредственно працанных местов. Такая социальная политика напрямую уплывает на выники деятельности организаций. Сегодня только в Гомеле наличивается колесо промысловых предприимств с годовым объемом в отворчестве в 3 миллиарда долларов. И еще одна тема – захование историко-культурных каштовностей. Могилевские депутаты наведываются в Палас Румянцевых-Паскевичев, где собраны сапроды уникальные экспонаты. До истории Могилевской земли я не доречу так само маюсь до чинения. До Косочинской революции Гомель на протягу 140-х годов в охоте в состав Могилевской губернии. Некольких каштовных православных святыньев сегодня заходятся и в Петропавловском соборе. На початку 90-х его отновляли методом народной будовли. Об этом факте депутаты узгадывают так само. Тем больше, что работе с населенцем зараз особливая увага. Самоуправление городское. И в первую очередь мы хотели бы пробудить это сознание у жителей частного сектора. Чтобы жители понимали, что они хозяева не только той территории, на которой они проживают и ограничиваются они забором. Чтобы они выходили за забор, чтобы они приводили в порядок улицы, чтобы они встраивали праздники улиц, чтобы они между собой общались. И таким образом город шаг за шагом становился чище, уютнее и комфортнее для жизни. Алик Сентяров, Валерий Копанько, Тайна Радо и компания «Гомель». Мобильная группа «Гомельска» Гарвы Конкамы завершила мониторинг транспортных организаций города. Необходность такой проверки была выкликана несчастным выпадком, який на початку года отбился с водителем одного из предприемств. А в выявленных порушениях и принимаемых мерах сюжет наших корреспондентов. На автобазу сувиди Гомельского филиала Республиканского предприемства «Белпошта» мобильная группа проезжает за полгодины до официального початку прационного дня. Правда, у этого подразделения есть своя специфика. Частка машин выехала на маршруты еще ночью и ранницей. Члены мобильной группы цикавятся правильностью оформления путевых листов и методами контроля за физичным станом водителем. Еще праздникальки хвилин нарколог областного наркодиспансера пропануя некальким работникам пройти тест. Во всех выпадках выник анольковый – на алкотестеры одны нули. Хоть одну рекомендацию члены мобильной группы все-таки выказывают. Это, кажется, не порушение, но, когда перед выездом водители будут проходить контроль и у профессийного медика, будет лепш. Освидетельствование – это да. Но, помимо свидетельствования, у водителя надо проверить давление, общее состояние, а это делает медицинский работник, дабы предотвратить ДТП, которые часто случаются за различных связок со здоровьем факторов и так далее. Но, в целом, предприятие очень даже положительное. На протягу двух годин члены мобильной группы обследуют литерально всю территорию автобазы. За увагой не застаётся ничего. От захавания специалистами правилов суперспожарной безопасности до наявности необходимого ассортименту леков у аптечцы рамотных мастернёв и наглядной агитации. Правда, значных зауваг не выказывает никто. Выявленные недохопы можно ликвидовать без особливых финансовых затрат. Их это даришь и тышится не только автобазы Белпошты. В начале года погибли люди в городе Гомеле, связанных с транспортом. Был производственный случай с тяжёлым исходом связанных с транспортом. Поэтому была поставлена задача отработать все без исключения транспортные организации в городе Гомеле и сделать всё для того, чтобы люди не гибли на производстве и не получали производственные травмы. Поэтому отработала комиссия, будут выданы рекомендации. Данные рекомендации не требуют финансовых затрат. Самые активные пионеры региона собрались у зале Громадско-культурного центра на спровоздачно-выборный взлёт областной организации БРПА. И они не только удельничали у обмерковании важных питаний у пионерской работы. Лепше в своей справе отримали памятные знаки, грамоты и удячности. Сюжет Марины Джалой. Андрея Скавец у пионерской организации 5 годов. На взлёте представляет Калинковицкий район. На питание, что нового и он может приунести у деятельность БРПА, кажется, сдаётся, как раз об самым болючим. Сейчас очень настойчивой проблемой стали наши гаджеты. Дети очень закрыты в себе, а пионерия помогает им открыться. А сам как с телефона? Ну, конечно же, без него и самому трудно. Это, считайте, наш такой помощник. Но нужно себя ограничивать, нужно иметь какие-то рамки. В нашем районе, в Мозырском, мы придумаем различные мероприятия нашей детской палаты. Это, например, квест-игры. Вот, например, недавно мы проводили квест-игру «Октябрянде. Любимая страна». А также квест-игра очень интересная, всем понравилась. В удивительный мир пионерии. Все ребята были в восторге и были очень довольны. Самым хвалюющим был момент узнагарожживания присутных памятными знаками, грамотами и удержностями Центрального и Гомельского областного совета БРПА. Их отримали около 50 человек. Организаторы пионерского руха, активисты организации, сябры, партнеры, которые саденчатся к развитию пионерии в нашем регионе. Это решена наша областная организация у троицей лепших Украине. Развиваются международные отношения. Нам очень приятно, что в прошедшие три года нам удалось дважды побывать в городе Москве, встретиться с пионером города Москвы. Трижды мы побывали в Смоленске. Делегация Смоленска пребывала и в Гомельской области не так давно. И вот завершая буквально отчетный период, мы договорились с Ташкентом, с Узбекистаном о том, что мы будем налаживать сотрудничество. И очень приятно, что к этому отчетному выборному взлету дети из Ташкента прислали нам свой приветственный ролик. Зараз у Гомельской области наличивается коля 100 тысяч пионеров. Марина Джала, Ихар Марышченко, Телера, Докампания «Гомель». Старому дворику новое життё. Наученцы Гомельского медицинского колледжа высадили кляновую аллею по интернациональным проездям. За инициативой озеленения дворовой территории у центральном районе Гомеля выступил депутат парламента Олег Левшунов. С пропановой он звернулся до волонтеров Гомельского медколледжа. Молодые люди за хвото и отгукнулися. Ранецея не вышли у дворик и с энтузиазмом принялись за работу. Настоящий мужчина должен сделать три вещи. Дерево я уже сегодня посажу, а останется делом за малым. Новую прописку по часу акции отримали 14 молодых кленов. На одной сцене музыканты с десятка Украин. У техничном университете имя Паула Сухого пройшел четвертый открытый Межвузовский творчий фестиваль сябровства. Его просвятили пригожая юбилейной датю ВНУ – 50-ти годзю. Не смогли пропустить мероприемства и наши корреспонденты. До начала фестиваля мы поговорили с его учениками, как студентами университета юбиляра, так и гостями из других в ВНУ Беларуси. Некто на творчем свете новичок, а некоторых тут сустракают, как старых знакомых. На фестиваль приехали юнаки и девчата из девяти высшейших научных установ Украины. Усяго около 130 учеников, которые представляют шесть краин света. Я уже здесь второй раз участвую. Первый раз мы когда участвовали получали грант. Нас так оценивали, хорошо выступали, народными танцами, еще современными танцами участвовали. И вот получили в прошлый раз грант-при и хотели бы еще раз получить грант-при. Это же мне второй раз, первый раз мне понравилось и это тоже из-за этого я участвовала. А вы танцуете? Да, я танцую, туркменский танец, национальный. А как он называется? Я живу и учусь в Беларуси три года, мне нравится учиться здесь, я буду инженерным нефтяникам. Мне нравится людей в Беларуси, они хорошие и добрые. Наша здимечная бригада присутствовала не до конца фестивалю, а летые номеры, светками которых мы были, выконывались бездакорно. Здавалось, что это не студенты, для которых музыка хобби, а профессиональные выконавцы. ПЕСНЯ Концерт был судовным, с оправды подарунок до юбилея университета. Прибыли представители девяти высших учебных заведений Республики Беларусь, в том числе все гомельские высшие учебные заведения, из Могилева, Горок, Минска, Гродно. То есть, в общем-то, реагеография достаточно большая. Зараз в Гомельском Державном Техническом Университете учатся около 2,5 тысяч студентов. З их 150 – замежные. Они представляют 16 страны. До речи селета в первую очередь сюда поступило несколько юнаков и девочек из Конго. Марина Джалая, Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, отель радиокомпания «Гомель». Абсурдная, смешная и крональная история. Гомельский молодежный театр сегодня представит премьеру спектакля «Братишки Бэт Бойс» по пьесе «Ре» и Майкла Куни. Режиссер спектакля Владимир Петрович вызначает жанр постановки як английскую черную комедию. Герои Том и Линда – звычайная семейная пара з Лондона. Муж и женка хочуть простого человеческого счастья, а их родные самых добрых помкнений успробуют поскорить приход этого счастья. Однако от их допомоги голова иди кругом. Передоли неимоверных по своей недарычности ситуаций пошуки выходу с тупикового становища с вынаходливостью. Усего это чекает героев. До речи, творы под ауторством Куни – один из самых комедийных в современном театральном свете. Сюжет интересен тем, что, во-первых, его написал Куни. Еще интересен тем, что он написал в сотворчестве со своим сыном. Это очень редко, потому что это единственная пьеса, где они авторами выступают вдвоем. Как все пьесы Куни – это комедия положений, то есть это все в очень быстром темпе, быстро события происходят. Их много, они на квадратный такой метр-сантиметр, а их по три-по четыре события. Это все нужно разруливать, естественно, главному герою, чем он и занимается на протяжении всего спектакля. Премьерные показы спектакля пройдутся в этой выходные, а так само 16 и 24 листопада. Кольцы часу – юбилейная выстава, присвеченная 80-ю годзю гомельского скульптора Дмитрия Попова, открылась в Палаце румянцевых и Паскевичев. За годы своей творчей деятельности майстер унес великую кладу развития скульптуры на Гомельщине. Его монументальные работы, композиции и мемориальные дожки упрыгоживают в улице многих белорусских городов. На выставе представлено 20 створов скульптора в бронзе, металле и шамоте. Основная крыница натхнения Дмитрия Попова – люди. Наприклад, одна из любимых работ майстра, представленных на выставе, называется «Паудневый ветер». Это образ молодой женки, аутера, выконаны в бронзе. Скульптором так само створен и помник княгини Паскевич на Ирынинской улице у Гомели. Помники советским воинам-вызвалителям часов Великой Айчинной войны и памятный знак на месте былого концлагера «Дулах-121» на площади Паустанне у Гомели. Дольше всего я делал памятник Азарича, лагерь смерти. 17 лет, пылился эскиз у меня в Масевской. Пока тут сбор с миром по нитке, как говорят, стали собирать, там и футбира, и ветераны, и прочее, и собрали на бетон. Вот пришлось в бетоне выполнить затею, замысел, который должен был быть в граните. Много не закончат их работы у меня. Очень много. Скопилось. Некоторые стоят уже лет по пять, по семь. Пора. Не знаю, сколько мне все вышли отпустят. Времени на это. Но надо заканчивать их. А кроме того, Дмитрий Попов признанный майстер психологичного и исторического портрета. Среди его работ помник бюст народным письменникам Ивану Мележу, Ивану Шамякину и Андрею Макайонку. Бюст Кириллы Туровского, маршала Жукова, а так само помник Ленину Удобруши. Многие скульптурные работы Дмитрия Попова знаходятся у музеях Беларуси, России, Украины и Молдовы. У Гомеля ушановали переможцев и призеров юнацкого чемпионата света по пожарно-вратовальным спорте. С поборницей проходили у Болгары. У составе беларусской команды на сусветный форум отправились трое гомельчан. Усе вернулись с узнагородами и новыми рекордами. Под час урочистой церемонии веншавань не примали не только спортсмены. Подяки так само отрымали батьки, тренеры и наставники юнаков. На чемпионате света по пожарно-вратовальным спорте выявляют мацнейших у четырех дисциплинах. Подъем по штурмовой лесвицы, перадоление стометровой полосы с пирожкодами, эстафета и боевое разгортвание. На рахунку спортсменов с Гомеля чатыру узнагороды в особистых споборництвах. Максим Шевелев установил новый сусветный рекорд на стометровцы с пирожкодами и выиграл золото. У этой же дисциплине Анастасия Дземидович с рекордом Беларуси финишовала другой. Сребра на стометровцы так само у гомельчанки Полины Кушняренка. Здебыла спортсменка у Знагороду и у ящей одним виде программы. Мой вид – это подъем по штурмовой лестнице. Я установила новый рекорд Республики Беларусь и заняла третье место в финале. Подымалися гомельчане на пьедыстал и у командных дисциплинах – эстафетти и боевым разгортвании. Дарача, минавито опошний вид стал выращальным у вызначении переможца у чемпионату света у агульным залику. Дзевчаты финишовали у боевым разгортвании на первом месте у юнаков – бронза. Все решилось в последний день. Это в командном виде в боевом развертвании. Он все решил. У нас сборная Беларуси и сборная России, что по девочкам, что по мальчикам набрали по итогам одинаковое количество баллов. И решала все вот эта коллективная борьба в боевом развертвании. И преимущество дается ему. И вот наши благодаря этому ребята заняли первое место. У першиню на чемпионатах света у беларуской команде удалось заробить золотый дубль. Юнаки и девчаты стали переможцами у агульно-командным залику. Максим Савин, Олеса Рузянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». ГТА, так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую вам за увагу и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин